Всем привет, это обзор на коленях от Глены Красной и сегодня наконец-таки долгожданные просто мною последние крутые, просто у меня слов нет, какие-то клоны с Китая, блин. Очень долго их ждал, очень долго, почему-то так получилось, мне не все пришли, тоже непонятно почему, забегу вперед, здесь бракованная партия и еще клоны Командосы, вот с бракованной партии мне не пришел, по-моему, тех, да, тех не пришел. Эти фигурки, примечательны тем, что они очень высокого качества, это по седьмому сезону сериала Война Клонов, их никто еще никогда не выпускал и я думаю не выпустит, потому круче, даже круче этого уже не выпустит. Лего уж точно, да и Лего не выпускал эти фигурки никогда. Блин, ну, я очень их ждал и давайте посмотрим, кто все-таки ко мне пришел, я заказал полностью весь пак. Это Командер Коди, мною любимый, обожаемый персонаж, вот. Дальше у нас Джесси, обожаемый и любимый многими клон тоже, в последних времен. Конечно же, ну куда же, Капитан Рекс, Капитан Рекс, который не выполнил приказ 66, ну, технически выполнил, но, как в том миме, да, где Коди стреляет без просто сожаления, не Арекс, типа, там, сомневается ли еще что-то. Дракованная партия, это у нас, по-моему, прицельщик, да, это прицельщик. Крушила. Ну и голова, это охотник, вот, и, блин, мне, к сожалению, не пришел тех. Ну, ладно, он придет, я в это верю, и я сниму на него отдельный обзор, наверное, не знаю, или еще как-то. Что ж, давайте их вскроем и посмотрим на них повнимательнее, потому что на это точно стоит внимательно смотреть. Так, я собрал фигурки, и первое общее впечатление о них, Лего просто, ну, более культурно выражаясь, нервно уходит в сторонке, потому что, блин, потому что, когда ты открываешь вот эту упаковку, эту упаковку, да, выпадает фигурка, ты на нее смотришь, у тебя полное ощущение, что ты собираешь Лего, вот, полнейшее. Вот, если даже взять сейчас с отрядом Ферна, клона, вот, блин, да, он по качеству и по, там, и по аксессуарам ничуть не хуже просто, точнее, вот эти фигурки ничуть не хуже, чем он, скажем так. Вот, в общем, блин, это, это крутые фигурки, это реально крутые фигурки, и китайцы сделали ставку на то, что, типа, вышел сезон последний, всеми любимый сериал, и они сделали фигурки по этому сезону, это, конечно, блин, такой подарок, это такие офигенно кастомные фигурки, но у меня просто реально нету слов, одни эмоций. Единственное, что мне непонятно, мне непонятно, почему именно такое оружие, вот, у каждой фигурки имеет свое оружие аксессуар, почему именно такому персонажу положили именно такое оружие, вот, а другому другое, вот, мне вот это, единственное, непонятно, но это мы сейчас в процессе более детального просмотра фигурок, еще раз это я скажу, подниму вопрос. Что ж, давайте начнем, мы начнем с Коуди, с моего любимого персонажа, и вот сразу про оружие, сейчас фокус будет у нас, вот, ему положили вот такой вот бластер, не знаю, почему именно такой, почему не винтовку DC-15С, я не знаю, вот, но не суть. Мы ее открепим. Коуди. Ммм, просто, нету реально слов, вот, нет, если я буду просто молчать, знаете, что просто действительно нет слов, потому что такая детализация, посмотрите на это, просто посмотрите. Здесь вот даже видно, что у нее такой там, ну, как в фильме, типа антенна. Броня, она такая потисканная. Сзади джетпак. Вот, конечно, косячок, наверное, небольшой, то, что джетпак они вживую не сделали, а просто принт. Ну, ладно, простим им это. Вот, и, ну, естественно, этот козырек, вознаменитый, он вот только вот так вот двигается, поднимается сверху, естественно, вот эти, ну, все как в фильме, даже рисунок на козырке такой же. Вот. Шлем полностью повторяет у нас оригинал. Так, ну, и под шлемом у нас вот такое лицо Клоди с небольшими изъянами. Да, именно по китайской версии клоны выглядят именно вот так. Ну, фигурка, ну, просто. И я напомню, что у Лего есть версия Клоди, но она именно в первой фазе брони, а это вторая фаза брони, они его не выпустили. Почему, я не знаю. Не настолько любимый персонаж. Видимо, из-за вот этой детали, чтобы массово не выпускать, Рексы проще сделать, чем вот это. Слов нет. Капитан Рекс, блин, знаете, что я хочу сразу сказать, что мне даже не хочется оригинальной версии. Я хотел сначала оригинальной версии, но зачем, если у меня есть вот это, потому что в оригинальной версии нет вот этого. У Лего есть вторая фаза Рексы, но нет вот этого всего. Так. Вот почему, насчет аксессуаров, почему у Рексы положили вот такое оружие, а Клоди такое не положили. Непонятно, но не суть. Так, отцепим. Ну, блин, он смотрится, не хочет отцеплять, он смотрится, просто офигенно. Кищи у Акссар. Акссар у нас имеет фигурка, это полудрон. Вот такой тканевый. И Кама. К сожалению, видимо, ткань сама по себе такая, что печать на ней вот, ну, размывчатая, что ли, я не знаю. Ну, плохая и гнется плохо. Ну, косяк, наверное. Так, приподнимем немножко юбку. Юбочку. И посмотрим поближе на нашего Рекса. Посмотрите, какая детализация. Просто сейчас фокус. Какое отношение? Нет, даже здесь у него на шлеме и на руках они сделали вот эти пометки перечеркнутые. Ну, сзади у нас у Рекс, как у обычного кона, хотя тоже видно, что полудрон продолжается, печать по дрона. Камлинк, все на месте. Шлем. Ну, просто супер. Ну и голова. Рекс и особо ничего не примечательны, хотя мы могли бы добавить ему щетину. Или желтый волос, не знаю. В общем, фигурка просто коллекционнейшая, как и Коудин. Дальше. Джесси. Это олицетворение последнего сезона у нас, потому что все заканчивается на нем, да? Это клон, который был верен Республике, у которого герб Республики на шлеме, и он же погибает. В конце там показывано такую тонкую параллель, потому что с клонами погибшими погибла Республика. Вот. И вот ему положили DC-15S и ни одну, а целые две штуки. Почему вот ему не положили Коудин, я не знаю. Что ж. Костик, куда? Напивка. У него также полудрона Кама. Поближе посмотрим. Камлинк. Все супер четко пропечатано. Ни одного косяка вообще еще не выявлено. Под юбку у нас вот так. Ну, тут ничего, смотреть нечего. Сперелить. Вот так. Шлем. Может показаться, что смазано. Нет, это типа, ну, потетости, боевые шлем-то ношные. Ну и как подпечатан герб Республика? Ну, просто не супер, это же супер, я не знаю. Так, и без шлема. Вот здесь есть щетина, он с щетиной. Хотя, не помню, было ли в фильме щетиной у него. Фильм не теряло. И герб Республики. Рекса можно было бы добавить щетину. А я сейчас поищу другую версию. Предыдущую. Вот, нашел. Вот. Ну, ну, это уникально. Вот так. Сначала вот так. И шлемы сравним. Кстати, сравним шлемы именно шлемы, скажем так. А вот этот китайский шлем, но он является копией оригинальной Lego. Видите, да? Как он сейчас состоит. По фото. А это новый шлем, именно китайский новый. И вот они... Сейчас. Сбоку. Ну, видите, в чем отличается. Ну, этот же детально более приближен к фильму даже. Ладно. Дальше. Не будем затягивать этот удовольствие. Мы просто, ну, так хочется их описать, поближе рассмотреть. Так, у нас 99-й отряд, бракованная партия. Это у нас силач. По-моему, силач. А, крушила, крушила. Вот, точно. Вот. С ним чуть попроще. У него нож был в комплекте и Е11. Я не знаю, почему Е11. Так, фокус. Видим, да? Принт, печать. Супер. Шлем, кстати, шлем Мандалоровский. Ну, там и в фильме у него, в фильме, в мультсериале. Такое интересное. Вот. И лицо. Да, крушила. Вот. И также в комплекте это новая просто супер деталь. Я надеюсь, что когда-нибудь команда свыпустит. Вот такая вот деталь. Это рюкзак. Блин, ну это круто, ребят. Это круто. Это однозначно лайк. Так, дальше у нас идет прицельщик. Прицельщик. С винтовкой. С оружием. С такими вот принтами. Шлем. Шлем Супер. Просто полная копия. Ну, бомбезно, бомбезно. Ну и... Глава у нас отряда. Я забыл, как он... Как его зовут. Охотник. Точно, охотник. Подсказку посмотрел. Охотник. Блин. Ну, у меня нет слов. Это реально крутые фигурки. Такого... Кстати, вот так смотрится рюкзак. Ну, не выпустят такого лего никогда. Их стоит купить, потому что это реально крутые кастомные фигурки. Вы их нигде дальше больше не найдете. Они прям наравне с лего просто по качеству. Это супер. Полностью все соответствие. Полностью... Как будто сняли декали, попросили там у кого-то еще что-то. Все детализировано. Ну и... Голова. Вот так. Выглядит, ну и видно. Бультсериал так выглядит. Единственный, конечно, минус. Наверное, вот именно отряду 99 не хватает причесок. Потому что это же у нас бракована партия. У них такие прически были. То есть не как у всех клонов. Конечно, клонов тоже там оригинальничали своими прическами. Кто-то отращивал, кто-то не отращивал. Но все равно. Думаю, можно это исправить. Что ж. Что можно сказать в конце, подведя итог? А сказать-то особо-то и нечего. Потому что фигурки нереально крутые. Просто суперские. Покупать их однозначно. 100%. У меня аж все трясется. Это реально крутые фигурки. Фигурки. Ну, нет, у меня слов. Покупайте. Собирайте коллекцию. Их можно купить нескольких. Ну, хотя этих нельзя купить нескольких. Там есть обычные клоны, которые стоит покупать точно по несколько штук, чтобы у вас была своя армия. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Лайк. И переходите в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем каждый день обзоры на новое китайское LEGO. Всем пока!